За последний год усилиями сотрудников местной полицейской службы криминогенная обстановка в городе улучшилась. И в первую очередь это сказалось на уличной преступности. Именно на борьбу с этой категорией правонарушений создавалась новая полицейская структура. За 2016 год по Шимкенту число уголовных правонарушений удалось снизить на 7,4%. Несмотря на то, что количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, увеличилось на 26%. Удалось снизить преступность в общественных местах на 0,7%, в том числе на улицах на 8,6%. Тем не менее, по другим показателям число правонарушений выросло. Так, почти на 10% увеличилось количество краж, большая часть из которых приходится на хищение сотовых телефонов. Но немалый процент в статистике полицейских добавляют квартирные кражи, совершенные главным образом в новостройках. Наибольшее число краж происходит в недостроенных домах в микрорайонах Самал-3, Интымах, Игилик и Кызылжар. Горожане строят дома летом, а на зиму оставляют без присмотра, их обворовывают, а потом горожане с заявлениями обращаются к нам. Хищение имущества остается одной из главных проблем и в многоквартирных домах. Как оградить горожан от краж, свой рецепт предложил Аким Города. Для этого, по словам градоначальника, достаточно, по примеру кодовых замков, установить в многоэтажках камеры наблюдения. Нужно договориться с охранными компаниями. Пусть скинут стоимость установки видеокамер, чтобы горожанам было ненакладно. Эти камеры будут фиксировать всех, кто входит и выходит из подъезда. Это обязательно даст результат. В течение месяца переговоритесь со всеми домкомами и начинайте установку камер видеонаблюдения. Оставляет желать лучшего и борьба с незаконной торговлей на улицах города. Стихийные торговые ряды процветают на всей территории Шенкента. На эту недоработку в заключении собрания указал градоначальник. Я не уверен в том, что все начальники МВС района останутся на своих местах. Если так все будет дальше продолжаться, я не удовлетворен работой в полицейских районах. Потому что работают по старой методике. Работают только на отчетность. Такое ощущение, что если отчет вовремя сдал, цифры правильные там написал, значит классно работаешь. То есть больше боятся не населения, а больше боятся МВД. В ходе совещания Тимгорода указал и на недостатки в работе городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Габидулаб Драхимов дал им указание в течение месяца навести порядок на автобусных остановках и вокзалах, где хаотично скапливаются автобусы и маршрутные такси. Даня Архудайбергенов, Плидар Жунусканов, Камила Сайфулина. Информационная служба телекомпании ОТРАР.